В воскресенье мир вспоминал события 75-летней давности, которые произошли в лагере смерти Собибор. В такой же октябрьский день пленный советский офицер Александр Печерский организовал восстание. Оно стало одним из немногих успешных за всю войну и закончилось массовым бегством заключенных. Все подробности в нашем сюжете. В конце войны руководитель восстания в Собиборе Александр Печерский пришел в это здание на Пречистенке, где в то время располагался еврейский антифашистский комитет, чтобы рассказать о героическом событии. Сейчас здесь работает Международная ассоциация фондов мира. В день 75-летия восстания посол Польши Владимир Шмарченяк вручил высокую польскую государственную награду «Кавалерский крест Ордена за заслуги перед Республикой Польша» активному участнику восстания в Собиборе Алексею Вайцину посмертно. Награду получил внук героя Александр Вайцин. Если раньше это все умалчивалось, сейчас это должно распространяться, тем более с политикой в мире, которая сейчас на данный момент, геноцид процветает в местах. Это надо, чтобы люди знали и помнили, что такое было и что такого нельзя больше допустить. Восстание в Собиборе было коллективным подвигом советских евреев, польских евреев, участников подпольного комитета, которые в нечеловеческих условиях нашли возможность бороться. Они дали надежду на освобождение обессиленным, голодным и безоружным узникам. Это позволило им придумать действенный план по ликвидации эсэсовцев и штурму заграждений. На Западе и в Польше такие события называют бунт или побег. В сознании советских людей это восстание. Были убиты палачи, побег завершился успешно, а люди продолжили борьбу за свою свободу. Вот в этом наша задача для того, чтобы, как и в любом историческом событии, осталось еще достаточно много белых пятен. И мы хотим, чтобы не только в Рязани, где появилась мемориальная доска, но и в других городах России, где жили участники восстания. Здесь очень важно подчеркнуть, что один из них был горским евреем, Шибаевым. Вошел в очерк, который был подготовлен для черной книги. Мы хотим, чтобы в Нальчике был уикавичный его подвиг. И для того, чтобы в городах России появились экспозиции в музеях, посвященном этому восстанию, эта дата прочно вошла в сознание жителей нашей страны. Лагерь смерти, организованный нацистами в Польше, действовал с 15 мая 1942 по 15 октября 1943. Здесь были убиты около 250 тысяч евреев. В концлагерь красноармеец Алексей Вайцин попал в звание рядового. На тот момент ему был 21 год. Он провел в лагере до восстания год и пять месяцев. По рассказам его внука Александра, заданием Алексея было вскрыть немецкий склад с оружием. Но этого сделать не получилось. Склад хорошо хранялся надзирателями. Потом Алексей Вайцин прикрывал уход из концлагеря узников и покинул территорию Собибора одним из последних. Окончание войны Вайцин встретил в звании старшины. Какое завещание нам оставили замечательный человек у Алексея Вайцин, который только три года назад принял. Какое завещание нам оставили Александру Ильичу? Я думаю, самое главное – не жить, не уберечь права. Юзефине Кройслер, 18 лет. Девушка приехала из Германии, чтобы работать в Москве волонтером в Центре Холокост. Она рассказала, что в ее стране, на уроках истории в школе, теме геноцида евреев уделяется значительная часть времени. Нам рассказывают о преступлениях, которые совершали нацисты во время Второй мировой войны. Я стала волонтером, потому что чувствую ответственность. Я отношусь к той нации, которая совершила все эти чудовищные преступления и считаю работу в Центре своим долгом. Сейчас на месте концлагеря возводится новый музейный комплекс. Открыть новые здания вместе с выставкой планируется в 2020 году. Инициатором строительства мемориала выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия. В 2013-м российскую сторону пригласили подключиться к проекту. Россия положительно отреагировала на приглашение, однако позднее Польша сообщила, что было принято решение продолжать сотрудничество без участия Москвы.